Уважаемые слушатели, продолжаем изучение курса современной США. На прошлой лекции мы с вами начали говорить об американской экономике. Сегодня мы продолжим эту тему и поговорим о личностном факторе в развитии экономики США. Более подробно остановимся на понятии self-made man. На слайде, кстати, фотография Гебрета Гувера, 31-го президента США, который до прихода в политику был очень крупным бизнесменом, горным инженером, очень богатым человеком. Это один из типичных примеров того, что человек может добиться всего сам, без связей, влияния кого-то со стороны. То есть это типичный self-made man. И если будет возможность, я вам расскажу немножко о нем поподробнее. Итак, мы поговорим сегодня о личностном факторе в развитии экономики США на примере нескольких выдающихся представителей американской экономики, таких как Эдисон, Белл, Форд, Рокфеллер, Миллон и другие. Разберем еще раз понятие self-made man и поговорим о том, как глобальный экономический кризис повлиял на развитие американской экономики. Таким образом, наша главная цель сейчас – это рассмотреть роль и влияние в развитии современной американской экономики и проанализировать понятие self-made man. Для начала начнем с глоссария, с понятия бизнес, венчурный бизнес. Бизнес – это инициативная экономическая деятельность. Дальше вы можете посмотреть определение на слайде. А вот венчурный бизнес, может быть, многие слышали это словосочетание, но не очень его представляют. Это бизнес, который ориентирован на использование новинок, технических и технологических результатов, который еще толком не опробирован на практике. То есть это на новейших рубежах и достижениях науки построенный бизнес, своеобразный бизнес будущего. Очень важный элемент современного бизнеса – это патент на изобретение, документ, выданный изобретателем специальным уполномоченным органом и дающим ему право распоряжаться своим творением. В истории США была масса выдающихся изобретателей, обладателей десятков, сотен патентов, но, пожалуй, всех превзошел Томас Алва Эдисон, выдающийся американский инженер и изобретатель, известный изобретением патифона, граммофона, лампочки накаливания, многих-многих других вещей. Так вот, у Томаса Эдисона свыше тысячи патентов на изобретение. Это, наверное, рекорд в современной науке, в современной экономике. И еще очень важный термин – это бренд. Вы наверняка слышали понятие брендовые вещи, брендовые продукты, товары и так далее. Слово «бренд» – это термин в маркетинге, символизирующий комплекс информации о компании, продукте или услуге, такая популярная, легко узнаваемая, защищенная символика как волевого производителя или продукта. Это слово происходит от древнескандинавского термина «брандл». Так, в принципе, называли в то время «тавро» или «клеймо», или «тамгу», так сказать, по-нашему, так сказать, по-тюркски. Это знак собственности, который ставили на животных. В настоящее время в мире очень много узнаваемых брендов и зачастую по брендам судят об уровне развития той или иной страны. Допустим, мы знаем, что «Нокия» – это символ какой-то определенной Финляндии, олицетворения «Самсунг», допустим, Южной Кореи. Ну и очень много брендов, которые символизируют Соединенные Штаты Америки. Это «Боинг», это «Кока-Кола», это «Дженерал Моторс», «Дженерал Электрик», это многие IT-компании, такие как «Оракл», «Майкрософт», «Эппл» и так далее. С этим можно задуматься, а есть ли известные во всем мире казахстанские бренды. Подумайте над этим вопросом. Что касается брендов, то в принципе в мире существует даже такая война брендов за лидерство, за популярность, за стоимость этого бренда. Эта война в свое время переносилась даже на идеологическую почву. И есть такой известный анекдот с советских времен, когда просыпается американский президент, ему помощник испуган докладывает, что ночью коммунисты прилетели на Луну и закрасили ее красным цветом. На что американский президент спокойно говорит, ну а теперь лезите туда и белой краской напишите сверху «Кока-Кола». И таким образом эту войну брендов, так сказать, американцы, получается, могли легко выиграть таким способом. Действительно, это очень узнаваемый продукт, и даже у нас в городе появились первые там «Макдональдсы», «Бургер Кинги» и так далее. В американском характере мирно уживается идеализм и меркантилизм. Надо сказать, что действительно, по мнению Уолтера Макдугала, очищенная от напластования Америка по сути своей всегда была и стремится нацией предпринимательных дельцов. Кстати, это в свое время подтвердил и президент Келвин Кулиш, который как-то сказал известную фразу, что «the main business of the Americans is business». То есть главное дело американцев – это бизнес. То есть американцы в подавляющем своем большинстве – это бизнесмены, предприимчивые дельцы и так далее. Кстати, одно время в Америке во второй половине 19 века очень популярны были дуэли. Масса людей, так сказать, убивали друг друга по любым поводам, вызывали друг друга постоянно на дуэли. И эту волну дуэли американцы очень легко прекратили одним единственным законом. То есть стали принимать закон о том, что человек, который участвовал в дуэли, не может заниматься бизнесом в том или ином городе или штате, так сказать. И мгновенно вот эта волна дуэли сошла на нет, потому что бизнес гораздо важнее, чем какие-то личные амбиции, обиды и так далее. Надо сказать, что мы уже говорили о сущности американской мечты, что каждый может подняться по стальной лестнице. Вот Энн-Мария Слоттер из Принцесского университета сказала, что сделать что-то из ничего – вот в чем сущность американской мечты. Из нищеты к богатству, из убогой хижины Белый дом, с канзасской фермы Голливудскую студию. То есть это вот то, к чему может привести любого американца «Удача и упорный труд». Я уже говорил, что Герберт Гувер, он одно время был разнорабочим на ферме у своего дяди, а потом поступил в только что открывшийся Стэнфордский университет, выучился на геолога, он учился на геологическом факультете и очень быстро стал известным горным инженером. Его заработки постоянно росли, и в возрасте 28 лет он уже зарабатывал больше у губернатора Калифорнии или ректора того же Стэнфордского университета. То есть во многом это следствие упорного труда, где-то в какой-то мере удачи, везения, так сказать, да, но как же без нее. Но так или иначе, вот «Self-Made Man» – это очень популярная, скажем так, модель поведения, так сказать, в Америке, когда человек опирается, в первую очередь, на свои, так сказать, свойства характера, на свои личностные качества и добивается многого благодаря своим знаниям, своему трудолюбию, своему характеру и так далее. Один из примеров вот такого «Self-Made Man» – это Бенджамин Франклин, выдающийся американец, он был конгрессменом, он был послом США в Европе, но он, правда, не был американским президентом, в первую очередь потому, что в момент войны за независимостью он был уже очень-очень пожилым человеком. Так вот, он из очень-очень многодетной бостонской семьи, он был пятнадцатым ребенком в семье бостонского маловара и свечника и практически учился в школе только пару лет, систематического образования не получил, вот, и оставив школу, он поступил в типографию, которую открыл его старший брат. Со временем он освоил типографское дело, стал очень крупным книгоиздателем, печатником. Он известен также как очень крупный изобретатель, в частности, Бенджамин Франклин изобрел громоотвод, проводил опыты с электричеством. Кроме того, он открыл первую в США публичную библиотеку в Филадельфии и стал главой американского философского общества. То есть абсолютно выдающийся человек с выдающимися достижениями, который тоже произошел через довольно бедные многодетные семьи и всего добился сам. Кстати, мне довелось побывать в доме-музее Бенджамина Франклина в Филадельфии. Правда, сам дом, к сожалению, не сохранился. То есть он был в свое время, видимо, разрушен. Но на месте, где он находился, американцы построили дом-музей Бенджамина Франклина. Там один этаж вверх, по-моему, два этажа вниз. То есть там земля очень дорогая, ее очень немного в Филадельфии, поэтому это фактически подземный музей. И там множество залов, и там изображены технические новинки, которые придумал Бенджамина Франклин. Есть очень много забавных изобретений, которые, возможно, даже не пошли в жизнь. Но я видел такую тарелку для, допустим, моряков, которые плывут на корабле, и если идет шторм, то стол качается, естественно. И чтобы суп не разливался, вот такая большая тарелка, где в центре крупное углубление, куда этот суп наливается, а по краям еще такие более мелкие углубления по всему периметру тарелки. То есть в какую сторону бы тарелка не качнулась, суп немножко перельется куда-то, но попадет в одну из ячеек. Это как бы вот здесь, на крыле тарелки, таким образом не разольется. В общем, забавное такое изобретение, может быть, оно никогда не было применено, но тем не менее вот в этом доме-музее оно находится. Надо сказать, что американцы действительно боготворят изобретателей, предпринимателей от Бенджамина Франклина и Томаса Эдисона до Стива Джобса и Билла Гейтса, прославляя их как знаменосцев такого экономического прогресса. Сюда же можно отнести выдающихся инженеров, изобретателей, эмигрантов, выходцев из России. Ну, допустим, Игоря Сикорского. Это русский инженер, который в годы Первой мировой войны спроектировал самый крупный самолет Первой мировой войны под названием Илья Муромец. Потом, с началом Гражданской войны, он эмигрировал из России, оказался в Соединенных Штатах Америки, где другой эмигрант, Сергей Рахманинов, занял ему денег и помог построить завод по производству самолетов поначалу, а потом и вертолетов. И вот Игорь Сикорский изобрел, в частности, вертолет и гидросамолет. Очень известный изобретатель. Сейчас его сыновья продолжают его дело. Они руководят компанией Сикорский Аэрокрафт с многомиллионным бюджетом. Также эмигрантом были такие русские инженеры, изобретатели, как Понятов и Владимир Зворыкин. Сейчас он очень известен как отец телевидения. Именно он изобрел телевизионную трубку, вот эту, которая, так сказать, позволяет телевизорам работать в современном. То есть очень много американских новинок, достижений, так сказать, приходится на так называемую утечку мозгов, на лучшие умы из других стран, которые прибыли в Америку и там реализовали свои таланты. На этом наша лекция закончена. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok